Разблокировку коммуникаций в регионе должны проводить все стороны, а не кто-то один. Как передает канал 13, об этом заявил в ходе видеомоста Ереван-Москва, спутник Армения, доктор экономических наук Ашот Тавадян. Он, с сожалению, отметил, что вместо разблокирования идет обратный процесс. После подписания соглашения дорога между армянским Варденисом и Карабахским Мордакиртом закрыта. Вдобавок, азербайджанская сторона пытается держать на повестке дня только одно направление – коридор через Мегри в Нахчевань, который выгоден Турции и Азербайджану, сказал Тавадян. Однако, по его словам, есть маршруты, открытие которых выгодно армянской стороне. Это та же дорога через Мегри, но уже через Нахчевань в Фарарадскую долину, которая позволит быстрее и легче связать южные центральные районы страны. Сейчас на перевозку грузов из Мегри в Ереван уходит почти столько же ресурсов, сколько из Табилиси или Черноморских портов Грузии, добавил он. В более широком контексте – это открытие Нахчеванской железной дороги, которая позволит перебрасывать между Арменией и Россией намного больше грузов. В советское время эта железная дорога была основной грузовой магистралью между РСФСР и Закавказскими республиками. Дорога через Абхазию была в основном пассажирской. Сообщение между Арменией и Россией может укрепиться и благодаря открытию железной дороги из Идживана в Газах, напомнил Тавадян. По его мнению, в экономическом плане наиболее выгодна разблокировка дороги Идживан-Газах, что позволит в наиболее оптимальном режиме установить наземную связь между Арменией и Россией через азербайджанскую территорию. Этот вариант прокладки транспортного маршрута с точки зрения времени и окупаемости расходов наиболее выгоден. Рентабельным также представляется восстановление железной дороги из армянского Иерасха в Садарак. Поэтому все эти вопросы должны решаться комплексно. В противном случае процессы с места не двинутся, подчекнул Тавадян.